Первый человек, который правильно посчитает количество вот таких вот значков и напишет об этом в комментариях, получит от меня 15 долларов. Результат объявлю у себя в телеграм-канале, ссылочка в описании. Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня мы с вами обсудим очень классную тему, вообще для чего нам, трейдерам с ютуба, все эти закрытые группы, на чем мы действительно зарабатываем, и стоит ли вступать в такие группы. То есть, многие из вас думают, что мы зарабатываем только с рефералки, что торгуем на нарисованных счетах, возможно, это и так, но для того, чтобы это понять и услышать все ответы на ваши вопросы, досматривайте это видео до конца, потому что я вам хочу максимально честно все рассказать. Итак, как будет делиться это видео? Сначала я вам расскажу про свою закрытую группу, буквально в двух словах, буквально там 30 секунд времени. Дальше зайду на площадку, открою какую-нибудь сделочку и начну отвечать на часто задаваемые вопросы. Ну, то есть, рассказывать всю вот эту вот оборотную сторону этой темы. Блин, очки какие-то у меня заляпанные, вам так не кажется? Так, смотрите, что представляет моя закрытая группа из себя. Первая, это, конечно же, сигналы. Сигналы у нас проводятся с понедельника по пятницу два раза в день, в 14.00 и в 18.30. В субботу и воскресенье только дневная торговля. Эти сигналы выглядят вот таким вот образом. То есть, есть догоны, есть какие-то перекрытия, но в целом в среднем 5-6 плюсов в день у нас имеется. Ну, с догонами и перекрытиями. Стараемся доходить максимум до третьей ступени. То есть, я вам всегда говорю, что дальше третьей ступени лучше не суваться, просто сольете депозит. Далее. Самое вообще крутое, что в этой группе есть, это вот такой вот мини-курс. То есть, в этом мини-курсе изложена прям идеальная стратегия для новичка. Здесь я прям по шагам в течение 25 минут рассказываю, как зарабатывать на БО. То есть, вы, посмотрев вот эти вот видосики, потратив 20 минут своего времени, плюс, например, там 3 часа на практику, вполне можете себе позволить уже самостоятельно заходить на площадку и понимать, что там вообще надо делать, как зарабатывать. Потому что у нас все строится на беспроигрышной стратегии. И также есть у нас вот такой вот ботик, который показывает технические индикаторы, что они говорят там в данный момент времени. Это не сигналы, это не призыв там ставить по вот этим вот показателям. Но, если вы сомневаетесь в сделке, этот бот вам может помочь. Помимо этого, у нас есть чат с общением и так далее и тому подобное. Если вы хотите бесплатно обучиться, бесплатно торговать, кстати, торговать без рисков, потому что если вы сливаете по сигналам, я возвращаю депозит. Вот, то переходите по ссылочке в описании, ссылочка на бота, там инструкция. Берем мы в команду не всех, то есть примерно одному из трех мы отказываем, но в целом там инструкция, как к нам попасть. И, конечно же, количество мест ограничено. Поэтому, если вы планируете зайти в мою команду, зайти в мою закрытую группу, я вам рекомендую делать это прямо сейчас. Потом можете просто не успеть и не пишите мне, что ой, вот я хотел, ой, то-то-то. Я предупреждала. Теперь перехожу в площадочку. Не очень мне удобно уже сидеть в очках, потому что надо что-то тут проанализировать. Хочу что-то открыть. Так, посмотрю более старший таймфрейм. Так, у нас здесь очевидная зона сопротивления. В теории можно минутки на три открыться вниз. И посмотрим. Возвращаясь к минутному таймфрейму свечей, потому что здесь промежуточный горизонтальный уровень сопротивления. Но, если мы опять же смотрим пятиминутный таймфрейм свечей, мы понимаем, что цена может шагать дальше. Она может даже дотюдо шагнуть. Но, если смотрим по прошлым ситуациям, если будет разворот, он будет вот таким вот стремительным, буквально там в пару свечей. То есть, одна зеленая, следующая красная, красная, красная и так далее. То есть, либо у нас происходит сейчас вариант, что вот зеленая свеча, дальше красная, красная, красная. Либо цена не отбивается от данного промежуточного уровня сопротивления и пойдет дальше. В этом случае нельзя, ни в коем случае будет лепить сразу догоны, потому что это будет все очень опасно. Вот. Как-то так. Теперь, для чего нам эти закрытые группы? Смотрите, есть такое направление заработка, называется арбитраж трафика. Арбитраж трафика, если условно, вот, например, я в магазине покупаю молоко. Каждый день я прихожу и покупаю молоко. Дальше кому-то из вас скидываю ссылку и говорю, приходи, покупай молоко по моей ссылке. И мне за каждую покупку молока капает по 10 рублей. Ну, условно, я просто приглашаю клиентов к кому-то. Это арбитраж трафика. Арбитраж трафика – это тоже источник дохода. Я вам миллион раз говорила, что когда вы торгуете на БО, нельзя все ставить на БО. То есть это достаточно нервная, это достаточно рискованная тема заработка. И надо себя чем-то подстраховывать. И как раз-таки те люди, которые ведут всякие закрытые группы, ну, есть, конечно, нечестные люди, которые реально не зарабатывают на БО и просто арбитражат. Но в целом, в целом, эти люди просто себя подстраховывают. Теперь давайте рассмотрим, что представляют из себя закрытые группы. Каким-то же образом я же должна вас привлечь, чтобы вы купили молоко именно по моей ссылке. Не по чужой, а по моей. Я вам могу сказать, например, давайте за покупку молока я там 5 рублей вам верну. Условно. И каждый трейдер с Ютуба, он придумывает ценность, которую он может дать людям. То есть он придумывает ценность, которая может переманить к себе. Я свою ценность вам, например, рассказала. То есть очевидно, очевидно то, что там я возвращаю депозиты, раздаю очень часто бабки среди команды и так далее. Очевидно, это крутая ценность, которую действительно может переманить. И так делает каждая у каждого закрытые там группы. Я не знаю, кто там сливает, кто не сливает. Честно говоря, я очень давно уже не была в чужих закрытых группах. Но в целом, это прикольная штука для вас. То есть, когда я училась, было мало закрытых групп. Я даже в каких-то была, и у меня был свой индикатор. То есть я спрашивала у трейдеров, типа, сколько догонов можно открывать. Если мне говорили, доталово, открывай догоны, я просто не открывалась по этим сигналам. Я брала свое. Если есть какое-то обучение, хотя такого не было, так сделочка зашла в плюс. На минуточку только, потому что, по всей сути, вот это должна быть красная свеча и следующая красная. Но у цены есть потенциал движения вверх, поэтому я не ставлю время побольше. Вот. То есть тогда особо всяких обучений, там, индикаторов, вот этого всего классного не было. Сейчас, с ростом конкуренции, естественно, добавляется. Вот у меня там обучение сигналы. Переобуваюсь вверх. У меня обучение сигналы, там, технические индикаторы, которые показываются. У кого-то это кэшбэк, у кого-то это стратегия, и все по-разному придумывают. Просто это направление заработка. Но для вас это хорошо. То есть вы, условно, там, за минимальный депозит, просто пополнив свой депозит, вы можете попасть в чью-то группу и, там, взять информацию, взять ценность. Когда вы испробуете несколько закрытых групп, если вы уже испробовали, вы понимаете, что вам подходит. То есть рано или поздно вы находите своего человека. Но здесь большая ошибка полагаться на чьи-то именно сигналы. То есть большая ошибка думать, что вы сможете постоянно зарабатывать, если вам кто-то пишет, там, евро, доллар, вверх. Да ни хрена подобного, блин. Для того, чтобы зарабатывать на бинарных опционах, надо подключать свою голову. Об этом я, кстати, я сейчас сниму об этом видео. Вообще лучший индикатор для бинарных опционов. И когда вы изучаете эту тематику, если вы понимаете, что у вас есть шанс войти вот в эти 5% зарабатывающих людей, ваша цель просто вот идти на пролом. Ваша цель изучать все, брать информацию, там, вступать в группы, смотреть чьи-то сигналы, тестить это все на демке. И чем больше вы всего этого испробуете, тем быстрее вы придете к положительному результату. Вы же должны понимать, что здесь крутятся действительно большие деньги. То есть здесь можно действительно много зарабатывать. Да, делать это будут вообще немногие из вас. Но если вы для себя твердо решили, вот я для себя много лет назад твердо решила, что я буду здесь зарабатывать. Я здесь зарабатываю. Я шла через слезы, через сливы. Так, 3 минуты вниз. Опять промежуточный уровень. Но если цена опять же пойдет его пробивать, то никакого толку в этом не будет. Блин, моя ошибка была, наверное, 3 минуты открыться, потому что 5-минутный таймфрейм у меня свечей. Но сейчас посмотрим, как это все. Блин, тут по сути тоже нет смысла в догонах, но... Понимаете, бинарки это что-то среднее между ставками на спорт и реальным трейдингом. То есть, но если мы берем ставки на спорт, там очень много каперов, там также льют на рефералке. Вы не научитесь буквально там за пару недель торговать. Ну, ставить в смысле. Вы не научитесь анализировать футбольные команды. Здесь это вполне реально. То есть, здесь вполне реально, чтобы вы сами научились видеть этот рынок. Если мы берем ставки на спорт, хрен вы там вообще что научитесь. Если мы берем бинарки, тут все в ваших руках. Просто все в ваших руках, никак по-другому. Вы можете разработать себе стратегию, просто торговать по этой стратегии и зарабатывать, уделяя этому час в день. Каждый из вас это может. Если вам тяжело, учитесь. Учитесь, просто учитесь. Много бесплатной информации на ютубе. Очень много. Намного больше, чем было там 10 лет назад. Вот у меня, например, в команде вот этот вот мини-курс в 25 минут. Это просто клад. Понимаете? Но такой же клад есть у кого-то другого. То есть, если я вам не подхожу, вы можете кому-то другому пойти. И тоже найти информацию, которая выведет вас на положительный результат. Открою 5-минутный таймфрейм, чтобы наблюдать там, как у нас вообще обстоят дела. Так, через 38 секунд у нас эта свеча закончится. И по теории, по теории, по моему анализу, следующая 5-минутная свеча должна быть красненькая. Мы сейчас это как раз таки проверим. Но рынок OTC, это рисованные графики. Поэтому хрен его знает. Будем наблюдать. Вот. Но, опять же, опять же. Стоит понимать, что не все трейдеры на ютубе честные. Я не буду сейчас говорить, вот я честная, все говнюки. Нет. Вы сами это должны понять. Вы сами должны почувствовать, кто вам говорит правду. Кто вас пытается обмануть в жесткой форме. Кто там держит какой-то нейтралитет. Вы должны понимать, что ваша жизнь в ваших руках. Не в том, что кто-то там плохой, например, специально сольет ваш депозит. И что? И, типа, чем вам поможет то, что вы будете говорить, что какой-то плохой человек слил ваш депозит. Ничем. Поэтому вы должны немножко фильтровать, что можно, что нельзя. Каждый раз, когда вы вступаете в чью-то закрытую группу, во-первых, проверяйте это на демо-счете. Проверяйте подачу информации. Проверяйте качество там сигналов и так далее. Проверяйте просто на честность человека. Я со своим опытом вам скажу, поверьте, как только вот ваш человечек вам попадется, вы это поймете. И все. Давай вниз уже. Нам нужна красная пятиминутная свеча. И даже не за этих там, скольки сейчас, 9 долларов, которые я заработаю. А просто я хочу быть права в своем анализе. Знали бы вы, сколько депозитов я слила перед тем, как начать зарабатывать на БО. Это было реально тяжело. И я помню, у меня сидит рядом однокрупница, и мы с ней скинулись долларов по 30, по 15. Ну, короче, там степух пришла, сколько-то скинулись. Я ей говорю, контролируй меня. То есть я круто торгую, но у меня психология не дает покоя. И она мне каждую мою сделку, которую я открывала, 1, 2, 4 доллара я открывала, если у меня 4 заходили в минус, я возвращалась к одному. Каждую сделку, которую я открывала, я объясняла. Я такая, так, смотри, здесь у нас уровень сопротивления, значит, мы открываемся с таким-то временем экспирации, то-то, 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 то-то. И она мне тогда говорит, ты еще видео начни снимать. А я ей говорю, а я хочу снимать. Я хочу это выкладывать, я хочу обучать людей. Тем более, с течением времени я поняла, что у меня есть, ну, вот этот какой-то дар обучения, так скажем. У меня есть дар какой-то доносить максимально просто всю эту информацию. И помимо этого, мне было непонятно, почему все трейдеры снимают YouTube. Я думаю, блин, я торгую, я этим живу, почему бы мне не снимать YouTube. Да, снимать я начала там попозже, по времени, но в целом, в целом я так кайфанула. Я так кайфанула тем, что у меня подстрахован доход. Я так кайфанула тем, что мне просто нравится снимать вот эти видосики, мне нравится торговать на камеру, творить какой-то экшен. Ну, я такой человек. Да, может быть, вы не тот человек, кому надо снимать YouTube, кому надо двигаться в теме, там, арбитража трафика. Но если вы двигаетесь в тематике трейдинга, будьте готовы просто проходить все эти препятствия. Будьте готовы к тому, что кто-то вас будет обманывать, кто-то, наоборот, будет с вами честен, но вы не будете верить. Это знаете, когда там с парнем расстаешься, и все следующие парни просто козлы. Вот с бинарками, если вы были в чьей-то некачественной сигнальной группе, для вас теперь все трейдеры будут казаться подозрительными личностями. Но при этом те девушки, которые с козлами расстаются, они же встречают по итогу свою любовь. Вот у вас так же. Блин, вообще идеалити, смотрите, как прям предугадало движение. Вообще круто. Так, у нас здесь минуточка остается до конца сделки. Знаете что, мне кажется, что цена сейчас пойдет вот к этим максимумам. Здесь у нас промежуточный уровень сопротивления был, от которого мы пытались поймать отскок. Не поймали. В итоге я сейчас от этого уровня открываюсь как от уровня поддержки. То есть он превратился у нас в зеркалочку. Не знаю, что из этого выйдет, но посмотрим. Зону себе вот такую вот прочерчу, где он сейчас гуляет. И будем просто наблюдать за движениями. Опять же, у нас 50 секунд остается буквально до конца этой свечи. И я предполагаю, что это будет либо хорошая зеленая свеча следующая, которая пойдет, пробьет вот это вот сопротивление и потащит цену наверх. Либо же это будет продолжение вот этого уже движения, что цена все развернулась и будет уже хороший плевочек вниз. Опять же, надо сидеть и наблюдать за каждым микродвижением, переключать таймфрейм на помладше и просто посмотрите. То есть цена выходит за пределы уровня и наверх. Когда вы сидите вот так вот часами наблюдаете, у вас больше и больше понимания приходит. Например, вот это движение мне вообще не нравится, потому что оно выглядит как пробивающее. Но с учетом того, что у нас есть еще немного времени, мы понаблюдаем. Опять же, если смотреть минутный таймфрейм, вот мы видим, здесь были отскоки. То есть здесь у нас тоже во что-то цена упирается. И просто, просто по вот этим микродвижениям надо что-то предпринимать. Когда цена выходит далеко, вам кажется, что далеко от вашей сделки, в этом случае вам не надо сразу лепить там миллион догонов. Вам просто надо понять, почему она так делает. А будет ли вообще движение в вашу сторону или цена попрет дальше просто вот так напрямую пробивать. Например, здесь у нас в зоне поддержки свеча доджи. Свеча доджи в зоне поддержки, это является усилением сигнала на повышение, то есть усилением правильности нашего анализа. Но посмотрите, какой сейчас был отскок. Вы должны понимать, почему этот отскок был. То есть передавливают у нас сейчас медведи, быков. И просто не надо нервничать. Когда вы начнете торговать по торговой стратегии, тогда вам не будет страшно, если у вас в моменте времени сделка заходит в минус. Блин, мне так хочется тут еще налепить что-то. Так, OTC, OTC можем себе... Блин, нет. Или... Как это сложно. Я, знаете, каждый раз понимаю, что вы испытываете торгую, потому что я такой же человек, как и вы. Когда-то у меня были первые сделки в жизни, когда-то у меня будет последняя сделка в моей жизни. Надеюсь, конечно, не скоро, но кто знает. Вот от этой зоны... Фига, но. Опять же, смотрите, я сейчас открыла данный догон по причине того, что здесь тоже увидела такой мини-уровень поддержки. Когда вы открываете догон, вы должны думать, а почему я открываю этот догон? А вот здесь я уже просто психанула. Но я сейчас, видите, зная свое эмоциональное состояние сейчас, я не держу много денег на депозите. У меня они лежат в сейфе. Могу, кстати, вам показать. Парам-пам. Вот. И я закинула сюда деньги, там немножко 3000 долларов вывела, и хорошо, что только 3, потому что я в итоге их проиграла тут. Вот. И вот эта ситуация, то, что у меня на депозите в моменте времени там 200 долларов, она спасает меня от много дичи, которую я творю. То есть именно вот эта ситуация, что я не держу в доступе, чтобы вот в таких там тельтовых каких-то вариантах налепить, типа, ой, сейчас стопудово развернется, ой, сейчас стопудово будет отскок. Чтобы такого не было, вот у меня там скок-то лежит, сегодня могу там косарик закинуть и так далее. Там поторговать обратно в сейф кинуть, ничего страшного от этого нет. Нет, это спасает меня от многих вещей, это очень удобно, но, но бывает так, что я вижу какую-то офигенскую ситуацию, цена идет не в мою сторону, я вытаскиваю сейфа и сливаю, вот так вот. То есть здесь, опять же, должен включаться какой-то самоконтроль, который не позволит вам потерять все свои деньги на одной торговой ситуации, потому что все же заработок у нас строится на дисциплине. Если у вас нет дисциплины, то у вас не будет денег. Блин, ну вот это движение я тоже предугадала, следовательно, надо сейчас подумать, что у нас будет дальше с ценой. Так, мое предположение, что будет отскок как раз вот от этой зоны, в которой цена сейчас находится, потому что здесь у нас находится зона поддержки. Но, опять же, будем наблюдать. Во-первых, OTC, во-вторых, я могу ошибаться. Так, ну что у нас тут верхние сделочки? Заходит в плюсик, и остальные мы с вами ожидаем. Вообще, как вам вот такой вот контент? Как вам такие видео? Просто рассказываю какую-то интересную тему и при этом торгую, при этом рассказываю теорию по торговле. Нравится ли вам такое? Расскажите, поделитесь отзывами. Сейчас, когда закончится это видео, наверное, сниму как раз видео про лучший индикатор. Ну, просто пока с вами общаюсь, у меня возникла вот такая идея, и можно как раз на продолжение вот этой вот всей ситуации, которая на рынке сейчас происходит, можно как раз пару сделочек тоже открыть, каких-то там по 5 баксов и рассказать. Надеюсь, что получится, в общем, чекайте канал. Обязательно, кстати, включайте уведомления на YouTube, чтобы не пропускать какой-то вот этот важный, интересный, полезный контент. Ладно, эти сделки у меня сейчас останутся в новом видео. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok